Мой дружок пирожок, обновление про ограбление казино затребует очень много баблинского, если ты хочешь испытать все обновки сразу без особого напряга, то заходи в мою группу по прокачке, бабки, опыт и полная прокачка персонажа, сделаем все быстро и безопасно, первая ссылочка в описании, переходи и заказывай. Продолжение следует... Продолжение следует... На одной второй они пытаются встретиться, S80 RR ползет вниз, RE7B пытается ползти вверх, но и полная миля почти их соединяет, то есть S80 RR на коротких дистанциях все же лучше, чем RE7B. С этим разобрались, теперь у нас результаты на сложной кольцевой, тут конечно очень странно, но S80 RR намного лучше справилась с этой кольцевой. Да, тут узкие повороты, да, тут почти негде разогнаться, но S80 RR все же делает это. А вот на Гранд Туризм и все наоборот, RE7B лучше проехала на этом кольце. Ну и где правда, тут это лучше, тут это хуже, и как бы минус на минус, плюс на плюс, и обе тачки одинаковы. Но у нас еще есть каскадерские гонки, вот тут как раз все и решится, тут мы и поймем, какая же тачка лидер в своем отдельном классе суперкаров, а какая лишь часть истории. И погнали, я выбрал именно эту каскадерскую трассу, так как тут мало труб, а трубы не любят ютанчик, сжимая их в говяжий янус, но пусть и нам придется ездить, и кувыркаться тоже. Я проехал что на RE7B, что на S80 RR, по 5 кругов, выбрал лучший, и вот теперь они соревнуются между собой. И знаете что, я вообще никакой разницы не ощутил, хотя если рассматривать вот совсем мелочи, то S80 RR кажется немного тяжелее и за этот счет более приклеенный к трассе. Сейчас можно заметить что RE7B немного отстает, но это в силу неточности траектории, все таки я человек а не робот, хотя подождите, хотя ладно. Так вот, траектория хоть и не идентичная, но если тачки вылетают с трамплина, то RE7B летит дальше и летит дольше, а это говорит о том, что все же старушка похудела, и во время этого полета немного нагоняет S80 RR. Ну и тут уже все понятно, что эти тачки почти одинаковы, если взять меня, посадить на RE7B, показать лучший результат, а после посадить на S80 RR, то я вряд ли смогу этот результат улучшить, только если на сотые доли секунды. Но эти доли зависят даже от количества кадров, от того наехал я на поребрик или перескочил его, и множество других факторов. Ну и вопрос, а на какой хуй ты вообще сделал это сравнение? А? Отвечаю, потому что захотелось, и вообще на каналчики в основном выходит только то, что хочется делать именно мне. Естественно в комментах часто просит сделать видос о чем-либо, но я никогда не говорю про себя. Блять, неужели на это дерьмо придется делать видос? Нет это не так происходит. А по другому? Такс, вот на это говно сделать видос? Неплохо, может реально что-то и получится. А уже в процессе я убеждаюсь в том, что это дерьмо. Я это все к чему? К тому, чтобы эта гонка уже закончилась. И вы поняли, что это сука Ctrl-C, Ctrl-V и все. По цене кстати свежие, а не с всего на 100 тысяч дороже. Но и тюнинга там немного больше, вместе с раскрасками. Но я думаю это последний видос в этом году на шальную тематику. Так сказать на то, что хотелось сделать давно, но руки не доходили. Впереди обновление, и там будет множество нового и интересного. Все это будем разбирать, перемалывать, и делать из этого колбасу высшего качества. Чтобы вы смогли поджарить ее на сковородочке, положить на кусочек хлеба, и под чаек скушать. Смотря обзорчики, нихуевая такая наркомания получается. А вообще у меня был такой трип, из-за которого я был доволен собой. В общем история такая. Лежу я абсолютно трезвый, без каких-либо химоэлементов в организме. Но вы поняли. Так вот лежу и думаю, что людям от моих пальцев нужно добраться до подмышки. А так как это далеко, они вызывают такси. Я вроде бы с этого ничего не получаю. Но понимаю, что расстояние от моих пальцев до моей подмышки поднимает экономику. Создает рабочие места для таксистов. И вообще идет денежный оборот. В деталях не помню всего этого. Нужно было записывать еще тогда все мои мысли. Но суть я думаю понятна. Ну и на этом все. Мои дружочки пирожочки. Всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok